Ребята, всем привет! С вами Александр. Смотрите, такая классная картиночка. Нас приветствуют в мире юрского периода. Уже 200 существ, и в честь этого чего-то мы отправили подарок на почтовый ящик каждому игроку. Короче, круто. Ну, в общем-то, не буду дальше нажимать на продолжать, а то два раза игра вышибала. Нас больше интересует могучий мамонтерий. Мамонтерий. А, кстати, с одной буквы М. Мамонтерий. Мамонтерий вот так. Ну, в общем-то, да, так как и в последнее время говорилось, это будет Элос Маттерий плюс Мамонт. Это, конечно, печально. Так, ну, перестань мигать. Проведите слияние Мамонта Элос Маттерий. Создайте первого каназовского гибридомерийского периода. Ну, какой он первый? Короче, я вообще даже не догадываюсь. Выглядит, конечно, штука прикольно. Так, довольно красиво, но это обычный носорог. Клыки добавили. Короче, это, ну, как гибрид, ну, в общем-то, фигня. Мне мой и то больше нравился. Лучше бы сделали подобие мамонту, гигантский рог на лоб подцепили, было бы и то красивее. В общем-то, но мы, конечно же, ребятки, сейчас и пойдем его создавать. Я уже к этому делу подготовился еще с давних пор. У меня должно быть... Ну, ладно, мамонта у меня точно должно быть два. А, ну-ка, давайте зайдем к мамонту. У меня даже должен быть сороковый мамонт. Блин, и того, и того нету лоха. Ну, по крайней мере, у меня есть два тридцатых. То есть, я смогу это сделать. Нажимаем кнопочку гибрид, смотрите, вот такой вообще шикарный у нас мамонтерий, но он что-то, как будто бы на нем текстур нет вообще-то, какой он сейчас будет. Давайте нажимаем кнопочку слияния. Так, вот, смотрите, какой крохотный лос-материй у нас в инкубаторе, и вот какой гигантский мамонт. Так, что у него вижу? А, вижу ушки такие, чуть побольше стали. Ну, клыки, блин, ну это, ну вот стопудово, но это никак не гибрид с мамонтом. Нету здесь ничего от мамонта. Ну, чуть-то кучу, вот, знаете, что у него от мамонта? Чубчик на голове, как у Мэнни, как у Мэнни из ледникового периода. Даааа, давайте мы зайдем. Так, что, кто выключил свет? Вот такой вот у нас, ребятки, гибридушка. Ну, молочинка. Сколько он стоит? Йохин Дрова, 67 тысяч. За что? За что? Это... У нас... Гибрид, как, подожди, кто на стоил 160 тысяч? Один из последних гибридов тоже был дико дорогим. Давайте, ну, два пока сделаем. Потом надо будет попродавать динозавров. Давайте тогда качаем нашего первого мамонта. Мамонтерия. А, смотрите, а здесь две буквы. Мамонтериум. Вот, так вот, косячные, косячные разрабы. Здесь уже две буквы. Ай-яй-яй-яй-яй, ну, кто ж так делает? Так, сейчас мы пойдем постражаемся сразу же и сравним его по размерам с мамонтом и с Элос Материем. У него, по-моему, 8 тысяч жизней. Меня ребята в комментариях писали. Так, а ну-ка, где тут? Вот, уже доступен. Сейчас даже вот прочитаю комментарий. Так, вот, Евгений Осипович пишет. Уже доступен первый кайнезойский гибрид. Мамонтериум. У него 8 тысяч 767 здоровья и 4566 силы удара. То есть, это у нас мощнейшее животное получается, так сказать. Ну, давайте будем смотреть. Так, 1236. На данный момент у него показатели. Давайте будем. Тут у нас, кстати, турнир на Элос Материем, да? И кем можно сражаться? Можно сражаться только водными. Это мы его как-нибудь пройдем. Так, а что у нас здесь? Оу! Да, ну здесь, конечно, прикольно. Смотрите, вот по силе удара, вот он у нас вообще чертовски силен. На 10 уровне. Блин, ну, это как-то даже нехорошо, ребята. Честно говоря, а вот даже не хочется создавать 40-го. Ну, что ты будешь делать? Какой-то косяк на косяке. Третий раз игра вылетает за эту сессию. В чем суть? Он просто, извините мне, в три раза сильнее, чем все остальные? Если это так, то его лучше даже не создавать. Лучше иметь 2,20-х. 4,20-х там, или 2,30-х. В общем-то, потому что противники будут подстраиваться под вашего самого сильного. Ладно, что ты будешь делать? Так, приконнектился, и, ну, в общем-то, вот сортировочка. У нас, кстати, бронтотери, да, довольно-таки силен. Это было бы даже логичнее его с бронтотерием скрестить по силе. Но вообще, меня никто не переубедит, что это не гибрид мамонта, это полный отстой. Вот это бивни, вот это бивни мамонта, да у индийского слона бивни больше, чем у этого существа. А у мамонта там вообще, они должны 3 раза вокруг головы обкрутиться. В общем-то, это у нас, я считаю, это гибрид свиньи какой-то. Носорога, элос-материя и свиньи. Ничего здесь от мамонта быть не может, по его внешнему виду. Вот такие вот у нас, в общем-то, 2 носорожка. И они чертовски сильны, получаются. Давайте. Давайте будем ходить. Допустим, возьмем мамонта. Элос-материя. И титанобовушку давайте возьмем. Как бы сравним. И подождите, а сам Элос-материя у меня где? Ой, у меня же 40-го теперь нет, Элос-материя. Печалька. Печалька, ребята. Так, где же ты, где? Ну, а Элос-материя у нас вообще супер-редкий, потому как он же очень далеко там будет. Ладно, давайте пойдем вот такой вот компахой, сравним его с мамонтом, по крайней мере, по размерам. Если он не гигант, как мамонт, это вообще, короче, дно какое-то, но чисто по внешнему виду. По силовым показателям, конечно, он крутой. Вот он сопо... на десятом уровне сопоставим по силе с мамонтом. Блин. Ну, какой-то, короче, дичь. Это капец, это же он просто пробивает нас на раз. Еще и он первый ходит, это с какого-то перепуга. Ну, ладно, давайте попробуем отсидеться. Вот так вот, да. Ну, сейчас мы его сольем, но зато у нас мамонтерий выйдет ему на подмену. 5 ударов, 5-5-5. Главное, чтобы не заглючила игру сейчас. Пробил. Так, ну, значит, мамонтерий сможет хотя бы двоих на себя взять. Так, ну, то такое вот. Нифига он не больше мамонта. Обычный шерстистый носорог. Это меня разочаровало немножко. Ой-ой-ой, 3-3-3. Надо было его, наверное, защитить. И еще и удар, как у носорога. Ну, блин, они, по мне кажется, на скорую руку. Вот они, эндрикацеры, короче, забанили почему-то. Блин, вот мы его сразу так слили, потеряли. Бедолажка. Так, атакуем на раз-два. Черт, не пробиваем. И раз-два-три. Придется поставить три в защиту, потому что топиалазавру. 5-5-5-соточку, думаю, бьет. Даже 600, вот. Ну, ничего, придется выкупить за баксы. Че поделаешь. Кстати, если вот на последнем входе, как бы, вот, разрывается соединение. То есть, кто победит? Кому засчитают победу, кому поражение? Ну, а мы сейчас, короче, сольем тогда двух этих ребят. И пойдем еще посажаемся. Ну, в общем-то, вы подняли, короче, я недоволен. Вот индрикацер, вот он мог, и то, как бы, вот, слабоват. Он обычный индрикаторий с рогами. Вот, ленится, ленится разрабы. Не хотят, как бы, вот, творчески подойти к вопросу. Как-то сильнее изменить, ну, носорог носорогом. Не, нехорошо так, как-то получается. Мойки. Короче, что-то большое с рогом по центру и с бивнями было бы круче. Ну, гибриджи должен быть страшным и ужасающим, короче. Так, это наш Элос Матери. Так. А вот наш... Ну, переключись. Маматери. Ну, давайте его сейчас проэволюционируем. Но, опять же, у нас до 40-го уровня ничего явно не изменится. Ну, 40-го мы его прокачаем уже, ребятки, попозже. Надо геновно продавать. Никто не хочется сейчас. 6-ю 8, 48, полмиллиона слить. Вот так вот, как бы. Так, ну, теперь он хотя бы приобрел какой-то цвет, да? Не стал вот-нибудь серой какой-то моделькой, да? Вот такой вот у нас, но показатели у него просто зверские. Честно говоря, вот, мне не хочется даже... Даже его у себя в аккаунте прокачивать сильнее, чем вот сейчас есть. Потому что потом просто будет нереально сражаться. И так противники, как на арене, просто злые. 2000 силы удара, ребятки. Давайте идем дальше. Вот, смотрите, он уже по силе, ну, по суммарному показателю, ну, как сороковый мамонт. Он его даже превосходит. Ну, вот, смотрите. 4000 это самое большое количество жизни. Вот геенодон, например, один из наших лучших, да? По соотношению, вот, геенодон, гасторбис, 4000 на 1300. Вот, титанобоа, 4 на 1400. А здесь у него 4 на 2 костря. Он уже, в принципе, самый мощный. А на 30-м уровне что будет? Вот, я не знаю, надо, но вот над этим подумать, ребята. Подумать, стоит ли его вообще делать-то таким. Так, давайте возьмем бронтатерия. Если против них появится, туда возьмем титанобоушку нашу любимую и мамотерия. Погнали. Вот, я думаю, они будут одинаковы по размеру. Думаю, будут одинаковы. Так, крутика 1300, 1000 и 1600. Такие вот показатели. Бронт и тот, когда выглядит поуникальней. Да, вот такими, как гибрид какого-то надозавра с узелками, так сказать. Так, ну что, атакуешь? Да, атакует. Так, там идет Анкилос. У Анкилоса 1000 силы удара, если мне память не изменяет. Ну, один поставил в защиту. Ну, посмотрим. Ну, мне, конечно, нужно сейчас перенести все баллы, чтобы было больше очков хода именно у мамотерия. У мамонтерия. Мамонтерия. Вот так вот. Он подменился 2. Зачем? И проатаковал. Ух ты, я вообще шикарно сделал. Я выжил. У него по нулям. У него по нулям. Ну, давайте мы вот так вот сделаем. Я бы мог его, конечно, уже пробить. Ну, я хочу просто побольше подраться с нашим новым гибридом. Молодчиночка. На все шесть. Лучшего ты просто сделать не мог. Он дает нам шансы поиздеваться над собой. Итак, этого парнишка мы пробиваем за 2 на изи. 2 ставим в защиту. И 4 переносим. Мы еще суперударщи с вами увидим. А вот так вот насадил на рог Раджа Завра. Раджа Стегу. И вот, вот, вот. Атака на 4. Вообще не впечатлил. И давайте атакуем по полной. На 8. Чистых 8, ребята. Сверхзвуковой рык. Разворот. Разгон. Ну, вот эта анимашка, когда еще неплохо смотрится. Ну, анимация, как у бронтика, да? То есть, типа. Rocksteady и Bebop. Крутись, крутись. 40 баксов нам попадет. Ну, 40 баксов это хорошо. Так. Закручивайте, заглянем в гавань. Вот классический мой вариант. Каждый день 100 баксов на шару. Ну, за монеты точнее. Так. Генные. Баксы. Зачки доверия. Да. То есть, приоритет это, ребятки, получать баксы. Баксы, баксы. Ну, в общем-то, все. Покупаю все, за что можно заплатить обычными монетами. Так. Ну что. Давайте идем к нашему гибриду. Давайте взглянем на его сородичи. Да. Вот так вот у нас выглядела с матерей. Вот первый уровень такой почти лысый. И вот 30-й. Появилось чуть больше шерсти. Но в целом, в целом, он лысый. Так. Давайте на бронда глянем. Вот такой вот у нас бронда. Похож на обычного носорога. Такая кожа с... Короче, складочку. Так. Да где тут наш... Мамонт. Вот наш мамонтик. Ну, давайте начнем эволюции. Че нам? Так. У меня там опять какая-то тварь сбежала. Не хочу туда лезть. Ну, мамонт нам нужен 40-й. От этого никуда не денешься. Так. Довольно долго у нас получилось слияние. Так. Ну, еда есть. Давайте его откормим. Да-да. Но сливать мы тебя не будем. Так что ты не переживай. Ну, смотрите. 5500 на 1272. Вот так вот. О, кстати, у нас еще же есть. Вот родич уинт отери у нас есть. Ну, это вообще какой-то точно гибрид с кабаном. На какого-то бородавочника похожи. Так, да. Ну, да. Мамонт. 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 Мы вот видели. Ну, вот он. Ну, гибрид должен быть круче, короче. Гибрид же должен, ну, брать на себя лучшие черты. То есть быть более массивным, как мамонт. Иметь длинные бивни и рог, чтобы лучше защищаться. Ну, блин. А они взяли вот так вот сделали. Так, где ты там, наш? Недоразвитый гибридик. Вот так вот, в общем-то. Кстати, давайте его подразним. Так, ну, что-то он не хочет особо дразниться. Ну, свои мнения я, ребятки, высказал. Что я не вижу здесь ничего, что у него досталось ему от мамонта. Этот раз все прошло хорошо. Это что было такое? Типа, побег по поводу побега. Ребятки. Короче, ничего у него от мамонта нет. Это не бивни, это какие-то микроскопические клыки. Я бы так вот сказал. Как вы считаете, в общем-то, с чего, как стоит изменить этого гибрида, что ему стоит добавить, чтобы он, ну, стал настоящим классным гибридом? Ну, вот я свое мнение высказал. Так что, жду ваших идей в комментариях. То есть, каким бы вы хотели видеть этого гибрида. Так, и... Чего-чего? Только что еще что-то хотел сказать вам. А, хотел на кабанов глянуть. Так, что у нас тут кабаны? Так, это у нас не... Не те кабаны, не тот кабан, архиатерий. Ну вот, смотрите, вот. У архиатерия... У него даже вот, блин, а на 20-м уровне. Ну вот, ладно, на 30-м уровне такие же клыки, как у нашего мамотерия. Так что... В общем, на гибрид не удался. Как по мне, по внешнему виду. До встречи, ребятки, в комментариях. Всем пока.